Приветствую, дорогие друзья! Правда, рад увидеться. Давно говорю вам, дразню о том, что я написал роман. Представляете? Прямо я с космосом. Да, многим понравилась моя книга «Сумасшедшая история». Она действительно заслуживает внимания для тех, кто хочет добиться невозможного. Там всё правда, абсолютно всё. Там, в этой книге, есть главное, о чём я хотел сказать. Что от человека мало что зависит. Он произведение, творца, и возможности его не ограничены. Ну, это отдельная история. Я хочу презентовать вам роман. Роман. Ну, не знаю. Мне, конечно, самому нравится, но я ведь не судья своим книгам. Я писал... В этом романе я очень много пишу о том, что было раньше. Ведь молодые люди совершенно не представляют себе о том, что было в Советском Союзе. А те, кто жили в это время, они поймут, о чём речь. А те, кто не жили, они 100% проникнутся тем духом, теми настроениями молодых людей разных, очень разных. Там и о любви, ой, какая любовь, а какая дружба. Там о преступлении. Там о жизни молодого человека, который решил вдруг противопоставить себя обществу. Трудно мне сегодня оценить, хороший он, плохой. Это вам решать. Ну, вот предисловие к этой книге. Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Альберт Эйнштейн. Да, это... Меня вдохновил. Этот посыл великого человека. Так что... Вот сейчас я зачитаю вам одну маленькую, одну сотую часть того, что мною написано. Ну так, чтобы зарядить. А дальше вы... Колокольчик только нужно нажать. Я буду продолжать рассказывать о чем-то, что захватит вас. Уверен. И вы все же откроете эту книгу. И я буду счастлив. Если это доставит вам удовольствие. Потому что жизнь тяжелая штука, друзья. Но в ней должны быть хорошие моменты. Вне зависимости от обстоятельств. Уж поверьте, то, что я пережил в жизни... Ну да ладно. Сегодня война. Людям свойственно мечтать. Одни самые творческие натуры живут почти несбыточными мечтаниями, фантазиями. Другие мечтают редко и приземленно. Я их называю серьезные. Есть и третьи. Скучные. Так я их называю. Такие существуют по принципу всего, что у меня есть достаточно. И если последних можно назвать счастливыми, тогда лично я, автор, даром топтал землю, да еще и пытаюсь навязать читателю эту весьма необычную историю. Так о каких же фантазиях я хочу поведать в этой книге? И нет-нет, конечно, не о тех, которые мгновенно ведут богатство и славе, сваливаясь на голову мечтателя без всяких с его стороны усилий. Это было бы банально, примитивно и неуважительно по отношению к умному читателю. Другие меня не интересуют. Интересно увезти его за облака в неизвестную даль, неизведанную даль и поразмышлять на особую тему, о которой все все знают. Это я вам говорю как доктор права и криминалист. Но стараются не говорить вслух. Замалчиваются. Стыдно как-то. Тихо. Вдруг о моих мыслях узнают знакомые или родственники? Ой, что тогда они могут обо мне подумать? Не дай бог. Но факты вещь упрямая. Я это говорю вам как ученый, который защищался по этой тени. Это не я. И вообще речь не обо мне и не о вас. Я говорю о науке. Да, это не в книге написано. Но факты вещь упрямая. И говорят о явном присутствии в головах людей тех самых тайных фантазий, а если конкретней, то мыслей о совершении правонарушений. А иногда и преступлений. А иногда и очень-очень опасно. Предрасположенность человека к нарушению закона определяется просто. Например, если он постоянно переходит улицу в неположенном месте, либо кордет газеты, или интернет соседа, он уже близок к тому, чтобы сделать еще один шаг. В ту сферу, которая регулируется уголовно-правовыми актами. Казалось бы мелочь. А нет, это характер. Где-то внутри не ёкает, как у нас. Стоп. Не грызет совесть. Значит, перед нами уже почти что преступник. За мелким проступком может последовать более серьезный. И шаг за шагом многоточие останавливает только страх перед наказанием. Это правда. Кстати, многие говорят о том, что от того, что мы увеличим наказание за какие-то преступления, например, за педофилию, да, или за кражи, или за коррупцию, которая убивает мою страну, то она сразу прекратится. Нет. Это уже было в истории. Это говорю я не по книге. Так вот, при увеличении срока наказания преступлений становится меньше. Крадут меньше. Меньше фактов. Меньше уголовных дел. Но крадут в значительном, ну, в несколько раз больше. Это опыт Сталина. А многие об этом не знают. Преступников меньше. Боятся. Десять лет соловков. А крадут уже, если уже идут на кражу, то крадут столько, что лучше бы по мелочи тащили. Это не по книге. Останавливает только страх перед наказанием. Статистика утверждает, что только десять процентов из ста мечтателей становятся преступниками. У остальных же девяносто эти мечты, слава богу, со временем тускнеют. А к концу жизни безвозвратно гаснут и так и остаются антисоциальной мечтой. Испугался нарушать закон? Отлично. А что же те опасные десять процентов? Почему мы о них никогда не говорили? О чем они думают? Главный и одновременно досмешного наивный вопрос, который себе задают в начале пути эти преступники, сколько денег хотят в конце концов получить и когда остановиться? Вроде как просто. Задача для первоклассники. Вот добуду то или совершу это и завяжу. И начнется настоящая жизнь с полными карманами денег. Но нет, это уравнение нерешаемое. Ведь билет уже куплен. Поезд тронулся. И его не остановить. Но конечная и промежуточная станция никому неизвестна. И никем не объявляется. Остановки, конечно же, будут. Но расслабиться на них преступнику уже невозможно. Их названия никто никогда не слышал. И только сейчас я вам их назову. Вот они. Смертельные ранения. Вечное преследование. Тюрьма. А это далеко не все. Их никогда и никто из преступников предвидеть не может. А вот конечную остановку преступника знают даже детишки, малыши. Смерть. Смерть от пули подельника или опера. Или расстрел. Или пожизненное. И только он один. Опасный преступник. Который никак не может остановиться. Рассчитывает на везение. На фар. Его девиз и смысл жизни. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но не только преступники так мыслят, друзья. Парадокс в том, что у них полно единомышленников и в среде законопослушных обывателей. Которых останавливает от плохих поступков нет не совесть. Наоборот. Ее полное отсутствие и животный страх. А вот идея и смысл жизни тот же, что и у арестантов. У этих. Исключим это. Наоборот. Ее полное отсутствие и животный страх. А вот идея и смысл жизни. У них, у обывателей все тот же, что и у преступников. Фарт. Они его ждут. И ничем в этом смысле не отличаются от арестантов. Потому что на самом деле не фарт делает людей счастливыми. Ну а дальше колокольчик. И вы будете слушать продолжение. Сегодня я предоставляю вам возможность скачать эту книгу в интернете. Или прослушать ее, ну как это обычно делается. Так я обычно слушаю книги. Потому что читать я не воспринимаю уже буквы. Как-то на старости с чечением завязал. Слушать так интересно. Не знаю, удалось мне, не удалось вас заинтересовать. Но дальше события будут развиваться весьма необычно. О, преступления будут яркие. Крови будет достаточно. Размышления преступников вас обязательно заинтригуют. Прослушаю книгу. И что самое важное. Для тех, особенно кто прочел сумасшедшую историю. Я уверяю вас, вы получите удовольствие. Это круто. Не знаю, как уж там дальше. Но посмотрим. Удачи. Самое главное, будьте счастливы. Для этого я и старался. Если эта книга попадет вам в душу. Если сами герои вас заинтересуют. Вы захотите прожить частичку их жизни. Нет, не в преступлениях и убийствах. Я совсем о другом. Тогда я продолжу. Удачи. Будьте счастливы. Это самое главное. Мира, здоровья и материального благополучия. И позвоните своим родителям. Книгу читайте. Колокольчик нажмите. И подпишитесь. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok